Привет, с вами Станислав Валентинович, и в этом видео я хочу с вами обсудить очень важную тему, что, возможно, вы решили, что вам нужно сдавать ЕГЭ по обществу знанию в 2023 году, и вы уже задумываетесь на тему того, что, возможно, что-то нужно поделать летом. Вариантов того, что поделать по обществу знанию летом, масса. Есть, конечно, очень много сложных вещей, давайте начнем с этого. Сложные вещи — это определение понятий. Конечно, наверное, сказать, что занимаясь определениями понятий летом — это достаточно муторно, жестко, сложно, потому что определения в разных учебниках располагаются, они немножко разные по смыслу, да и вообще нужно, я бы сказал, прежде чем заниматься определениями понятий, немножко подтянуть логику. В этом, в частности, мы будем заниматься в моей открытой бесплатной летней школе в июле, поэтому проходите по ссылочке в описании, не пропускайте стримы, приходите, будем заниматься, разбираться. Но определение понятия — это сложно, и загрузить вас и сказать, что давай учи определение понятия в июле, в августе, наверное, прям мало кто на это будет готов пойти летом. Очень много ресурсов это просто интеллектуальных потребует. Но, мне кажется, есть такие вещи, которые относительно простые, относительно несложные, что может сделать каждый человек. То есть, в принципе, вы все примерно представляете, где у вас есть определенные пробелы в зданиях. У кого-то, правда, этот пробел размером с... вообще, у него только пробелы есть в знаниях, у них ничего другого-то и нет. Но у кого-то, я надеюсь, кто смотрит это видео, есть четкое понимание. И вот для тех, у кого есть четкое понимание, ребят, просто эти темы, которые вы знаете, у вас западают. Допустим, у вас западают политические идеологии, или, допустим, у вас западают типы обществ, и вы это по школе, по 10 классу приблизительно знаете, понимаете. Ну, здесь не нужно особенно морочиться, вы можете открыть YouTube, множество видео существует, и хороших, и плохих. Тут, на самом деле, мне кажется, по принципу все полезно, все, что в голову полезло. Поэтому, на самом деле, вы смотрите эти видосы, какие-то, может, конспекты у вас тоже это есть. А потом, на годовом курсе, когда начнем с вами заниматься, уже в середине сентября, я вас подкорректирую. Ну, и в течение года, соответственно, буду корректировать, где-то вы что-то неправильно там выучили. Все равно, ну, лучше, как бы, в целом тему выучить уже летом, ну, ее, там, понимать хотя бы, прикидывать, хотя бы отличать, там, одно от другого компонента в рамках этой темы, а потом подкорректироваться, нежели, там, бояться, что вообще я сейчас неправильно все выучу и так далее. Так вот, это такой путь для тех ребят, которые уже более-менее знают, что-то понимают. Но если у вас знаний нет, а один сплошной пробел, то что вы делаете? Вам нужно открыть просто любой учебник школьного общества знаний, и давайте, наверное, я дам рекомендацию все-таки взять школьный учебник от Волисковой, потому что Котова Лескова, Берсу Лескова, она составитель ЕГЭшных тестов, и пока так оно и есть, от Федерального института педагогических измерений. Ну и, соответственно, эти школьные учебники, как показала в том числе и практика этого года, тоже сдача ЕГЭ, на ЕГЭ попались моменты, которые есть, ну, по сути, практически вот в том виде, в каком они есть только в учебнике Лесковой. Что-то было один момент в учебнике Тишкова, поэтому его тоже можно порекомендовать, посмотреть, вот летом полистать, потому что, может быть, потом в течение года уже не очень будет время, возможности к нему обращаться, а вот летом самое оно полистать, посмотреть какие-то сложные, странные, какие-то, может быть, аспекты, себе их подконспектировать. Так вот, вы открываете школьный учебник, прям с шестого класса мы с вами его и берем, и смотрите тему, вы как считаете, вы эту тему в целом знаете или не знаете? Ну, опять же, допустим, политические идеологии. Понимаете, что вы вообще не шарите, чем отличается одно от другого, да и вообще ни одну политическую идеологию назвать не можете. Опа, хорошо, соответственно, берите параграф, это всего лишь там 5, если мы возьмем учебник 10-11 класса, это там в пределах 10 страниц школьного учебника, у Котова-Лесковой там параграфы поменьше, они более компактные, поэтому там еще меньше страниц. Ну и, соответственно, вы берете просто школьный учебничек, читаете, и делаете себе небольшие блокнотики, выписки, соответственно, прочитали учебник, дальше в конце у вас есть вопросики, вы на эти вопросики отвечаете. Все буквально как в школе. Ну, а кто сказал, что школьный учебник с вопросами в конце параграфа это плохо? Это неплохо, вопрос в конце параграфа, они помогают вам освоить, усвоить тот материал, который вы как раз только что прочитали. И не нужно испытывать отвращения к школьному учебнику, наоборот, им нужно пользоваться и пользоваться успешно и с удовольствием для того, чтобы хорошо подготовиться к экзамену. И мне кажется, что летом в течение июля и августа, если вы возьмете один из учебников федеральной перечени, но все-таки давайте еще раз, это Лескова, если хотите, можете взять, соответственно, допустим, это учебник Тишкова, и можете взять учебник Боголюбова. Но Боголюбова, скорее всего, вы и так, там, 10 класс в школе изучали, редко у кого какой-то другой учебник, кроме как Боголюбова. Учебник уже, по сути, устаревший, Боголюбов, он уже некоторое время назад, вообще-то говоря, умер, и он этот учебник не обновляет. И он по инерции еще существует в школах, но потихонечку-потихонечку он отмирает. Но там есть тоже такие темы, которые потом нигде ни в одном другом школьном учебнике не встречаются, а на ЕГЭ теоретически, в принципе, могут из этого учебника выковырять. Поэтому учебник Боголюбова пока еще свою актуальность не потерял. Но есть он у вас, допустим, на руках. Может быть, вам уже, там, не знаю, их выдали, ну, что вряд ли на самом деле. Но в интернете они есть, скажем так, в ознакомительных версиях только в путь. Здесь только ленивые. Если что, а где достать этот учебник? Ну, дорогой мой, ну, у тебя есть, там, скорее всего, пальчики. Скорее всего, ты можешь в интернете вбить, там, учебник такой-то. И, скорее всего, тебе ознакомительная версия попадется в руки. Ты сможешь ей немножко воспользоваться. А потом тебе еще и бумажный учебник дадут в школе. Но еще раз, очень важно, что это был все-таки федеральный перечень учебников, потому что если это просто какой-то сторонний учебник, когда вы из него берете информацию, потом на экзамене, на апелляции, вы вообще никак ничего не сможете доказать. Да, апелляция, забегая немножко вперед, и вот она недавно, ребят, прошла, 2022 года, когда-то повышают. Вот у меня одному ученику, например, с 98 до сутки повысили баллы. В этом году такой пример есть, и в том году у меня тоже такой пример есть. Но в основном сюжет заключается в том, что, ну, либо не повышают, либо, опять же, это сюжеты не повышения с 98 до сутки. Но в этих случаях периодически работает как раз аргументация того, что вы показываете именно школьный учебник. Я не очень верю в эту аргументацию на апелляции, но это хоть какой-то рычаг, поэтому нужно пользоваться все-таки верифицированной литературой. Еще раз, это федеральный перечень учебников. Берите Лескову и прям с шестого класса штудируйте, смотрите летом. Параграфы очень небольшие, достаточно компактные, сможете с ними ознакомиться. Тем более шестой, седьмой, там, восьмой класс, это относительно легко дается информация. Летом это будет относительно ненапряжно. Еще раз, по ссылочке в описании проходим, записываемся на годовой курс, приходим на летнюю школу в июле, не теряем связь в августе, и в середине сентября начинаем с вами готовиться уже к ЕГЭ 2023 года, именно на годовом курсе, потому что именно на годовом курсе больше всего получается всегда куется, так сказать, 100 бальников. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok